Горожанин Уразалы Кенджибеков часто приходит на могилы своих родных, чтобы почитать молитвы и помянуть усопших. Узнав, что вскоре кладбище будет полностью огорожено, обрадовался. Однако, увидев, как производится текущий ремонт, Уразалы не смог сдержать эмоций. Материалы используются самые дешевые, а работы выполнены по принципу «мертвые не имеют голоса». Они думают, мы ничего не замечаем, посмотрите, как все держится, оно и без ветра отваливается. Что же будет, когда сильный ветер подует, сколько денег выделили, все зря будет. Жители недовольны и самими рабочими. Говорят, дешевой рабочей силой соседнего Узбекистана качеством выполненных работ не отличается. У гастарбайтеров на руках нет ни проекта, ни даже чертежа. Нам все на словах сказали, проекта не видели, зарплату получаем по объему работ. Нас шесть человек, приехали мы из Узбекистана. Как выяснилось, позже планируют оградить и христианское кладбище. На нем хоронят с 1892 года, и погос находится неподалеку от мусульманского кладбища. Будет ли здесь вестись контроль за проведением работ? Кто является подрядной организацией? Из чего будет сделано ограждение? И сколько денег на это будет потрачено, неизвестно. В городском Акимате обещают подготовить ответы на все эти вопросы. Николай Путилин, Амантай Ольбеков, Ганья Скирбеков, информационная служба, телекомпания ОТРАР.